Друзья, я рада приветствовать вас на PHD из 2022. И, конечно же, мы с вами сейчас находимся в зоне, которая является одной из самых ярких и самых насыщенных по событиям этого дня. Я где? Я возле West End Of. И рядом со мной Владимир Назаров, бессменный мой соведущий. Мы сегодня будем делать для вас экскурсии по нашему государству. Рассказывает, что в нем появилось нового, что осталось старого, сколько рисков заложено, какую отрасль, с какого места надо атаковать, чтобы обрушилось что-нибудь совершенно внезапное. Мы же будем делать такие подсказки? Безусловно. Ну что, Владимир, что новенького у нас здесь? Почему мы говорим про... уже не про город, а прям про государство? Ну, потому что у нас появились целые отрасли. Мы сделали межотраслевые связи, которые, если в одной отрасли что-то случается, влияют на другие. И у нас три таких отрасли. Три отрасли. Соответственно, вот то, что мы стоим рядом, это нефтяная отрасль, да, вот эти первые три соты. Потом дальше, ровно по диагонали, вон там вдали, где идет дым и крутятся ветряки, это наша энергетическая отрасль. А там сколько сот? Две. Две. Вот там самая дальняя выступа, это у нас генерация. Вот это центральная, где большие жилые дома, и уже вот сюда, со стороны ветряков, это наши энергосбыты, вот потребители. И вот та часть макета, это, соответственно, металлургический комбинат, целая металлургическая отрасль. Вот, начинают добычей и заканчивая готовым складом, вон уже там проката, металлопроката. А какие у нас есть еще сегменты? Почему? Это не секрет, это все... Давай... Я не про секрет, я про сегменты. А, про сегменты. Да, еще. Сегменты, это остались компании, у нас, соответственно, это то, кто занимается логистикой, это компания Heavy Logistics, она отвечает за транспорт, это железная дорога, управление светофорами. Авиация. А? Аэропорт им тоже относится. Да, и аэропорт им принадлежит, вот, соответственно, такие сегменты. С чего начнем? Ну, давайте продолжим, на чем мы вчера с вами остановились, это, соответственно, вот нефть, наше нефтяное хранилище, вот эта желтая красивая бочка, перед ней чуть-чуть, вот ближе к нам, вон красные в кустах за заборчиком спрятаны емкости с пожарными всякими реагентами. И, видите, в самом резервуаре через окошко видно такое кольцо круглое, это система подачи подслойного пена пожаротушения. Для тех, кто не был с нами с тобой вчера, а пришел сегодня, расскажем. Вчера мы с Владимиром изучали вот добычу, добычу чего, ископаемых нефти, да? Мы изучали добычу нефти, мы изучали погрузку нефти, а еще нам удалось... Это резервуары, где хранятся готовые нефтепродукты. Резервуары хранения, и нам с Володей удалось даже устроить небольшой коллапс в плане перелива нефтепродуктов. И вчера Вова обещал, что сегодня мы сделаем совершенно... с переливом нефтепродуктов мы уже встречались в прошлом году. Да, но у нас, видишь, все стало по-другому, потому что появился второй контроллер, противоварийная защита, и без него тот же самый риск, как в тот раз, он уже не реализовывается. Мы усложнили осудопачную часть. Это да, но ты обещал, что мы сегодня посмотрим на новое событие, которого здесь не было никогда, про систему пожаротушения. Я про него, да, к нам с этому и под воду. Да, давайте подойдем сюда поближе и посмотрим вот отсюда, прямо про ту часть, про которую я уже говорил. Это, соответственно, система пенного пожаротушения. То есть внутри самого резервуара есть колечко. Вот. Это как раз пеногенератор, соединенный трубой. Вот. И в нее, в случае пожара, когда весь резервуар горит, огромный столб огня и черного дыма, вот, подается пеной. В течение 20 секунд эта штука заливается пеной, и из-за того, что доступ кислорода теряется, все останавливается. Но мы будем пену заливать? Ну, у нас как бы, да. Вот, все, все случилось. Что случилось? Будем. Смотрите сейчас внимательно. И сейчас там внутри, вон, поперла пена, все. Видишь, наш резервуар с хакерами зачем-то потушили, ведь огна не было. Это ложная активация системы пенного пожаротушения случилась. Видишь, весь резервуар сверху перезалит пеной. Я вижу, что половина резервуара с пеной. И что это означает? Это означает, что что? Что значит, что сам продукт, который хранится в резервуаре, теперь испорченный. Его необходимо сливать, чистить. Сколько там тонн и какой бензин? Это огромные объемы, на самом деле. Да, там десятки тонн во всех этих резервуарах. То есть, если это сделать одновременно во всем резервуарном парке, на всей нефтебазе, это прям совсем плохая ситуация, потому что все встает. Это надо куда-то девать, очищать. И все, вся цепочка поставок в нефтяной отрасли будет нарушена. Да, соответственно, это в регионе вызовет в любом случае какой-то коллапс и недостаток топлива. Как ты думаешь, нашим нападающим удастся реализовать эту историю? Вполне вероятно, потому что вчера ко мне парни подходили из команд, которые там сидят прямо перед уходом, когда игра уже закончилась, сказали, мы дошли до вот как раз вот этого сегмента. И я думаю, что сегодня до обеда что-то из этого точно прямо не бахнут. Я в них верю. Друзья мои, следим ближайшие два часа очень пристально за раз, два, три. За этими тремя сегментами. Мы очень надеемся, что здесь будет интересно. За теми двумя сутками тоже надо смотреть. За какими двумя? Энергетикой. За энергетикой. Там тоже? Да, да, да. Так что скорее случится, здесь или там? Ну это я уж не знаю. Это как ребята работают? Давай попросим. Можем бы попросить? Можем. Ребята, ребята атакующие. Вы же наверняка нас смотрите, а еще вы нас наверняка слышите. В общем, я хочу пенную вечеринку на нефтебазе. Да? А ты? Мне больше нравится вот колонна подогрева, печь подогрева нефти, да, потому что у нас на ней заложен очень красивый пожар. У нас будет черный дым, пожарка прилетит тут, в общем, очень красивый спецэффект. Мне вот эта штука нравится. А мы сможем показать штуку, которая тебе нравится, чтобы все восхитились и захотели ее повторить? Конечно, сможем. Давай, у нас есть две минуты. У нас есть две минуты. А давай лучше сейчас нефть проем, а эту штуку завтра включим. Хорошо. Давай. Я послушная. Вот этот объект, это у нас нефтеперекачивающая станция. То есть там, собственно, главные элементы это задвижки и насос, который работает. Но насосы, вот они в разрезе, они качают, и все это нефть качается вот по трубопроводам. И вот, соответственно, скада, которая показывает, как все это управляется. В принципе, поскольку трубопровод большое, давление огромное, может случиться, ну, там много всяких разных плохих вещей может случиться. И одна из важных систем – это система сглаживания волн давления. В случае каких-то там, когда идет резкое что-то случается на трубопроводном, например, гидроудар, его надо как бы гасить. Вот эту волну, которая пойдет и может разрушить саму трубу. Вот. Мы что придумали? Вот сама система сглаживания волн давления. Задача хакеров – ее отключить. Вот сейчас мои парни задвижки переключили в желтый. Вот это вот. Значит, она сейчас отключена на байпасном канале. И все, что надо хакерам, это, соответственно, просто получить доступ по патч-короду вот сюда и переключить один из… А закрыть задвижки прямо на ходу. Вот. И это вызовет гидроудар. И все это приведет, ну, потенциально может привести к тому, что случится разрыв нефтепровода. Вот мы запланировали, что у нас он случится здесь. И сейчас мы с тобой нажмем на кнопочку «Закрыть» прямо на ходу на рабочих двигателях задвижку. Перекроем нефтепродукт-провод и случится разлив. Ну, я жду разлив. Подожди, сначала объясни, это будет фонтан, это будет протечка. Да, это будет небольшой фонтан вот в этом районе из-за лопнутой трубы. Давай. Раз, два, три. Пау, я нажал. Пау. Есть, нет. Есть, нет. Вот, сейчас. Нет. Давай еще. А, вот здесь. Все случилось, да? Ого, это не фонтан. Она это, это же желе выстрелила. Ну, это имитация нефти на макете, я бы это так назвал. Кто теперь будет делать уборку? Мои парни. Они все это делали, они все это придумали, они все это уберут. Вот, мы пену уберем. Но, в целом, похоже на то, что что-то плохое случилось. Вот, у нас, соответственно, авария, кто-то перекрыл задвижку на ходу, вот, осознанная станция встала, и вот такая вот сот заморгала, и все. Поэтому посетители увидят, что все случилось. Володь, спасибо большое. Друзья мои, мы ожидаем, что вот эта штучка выстрелит сегодня еще, как минимум, хотя бы один раз. Я думаю, что и не раз, если не затянется одна команда, остальные тоже. Мне очень не нравится, не нравится мне вот эта вот текстура, поэтому, кто окажется здесь рядом, близко не подходите. Мне кажется, что можно получить зарядом нефти в лицо внезапно. У нас такое было на отладке, пока мы все это тренировались. Я угадала, я угадала опасность. Вова, спасибо тебе огромное. Мы к тебе еще сегодня вернемся обязательно и пройдемся по нашему макету дальше. А я перемещаюсь в рубку к нашим гостям, и у нас сегодня очень-очень-очень много интервью в эфире. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok